Севский, Стародубский, Камарический и другие районы Брянской области сегодня представлены на фото-выставке на бульваре Гагарина. А здесь показаны народные костюмы всех наших районов. Автор этой выставки – греческий фотограф Костас Асимис. Всему этому предшествовало два года съемок и исследований народных костюмов нашего края. Сначала Костас Асимис работал над кремлями и крепостями. Снимать традиционную одежду начал после визита в Брянск. Когда я приехал, первый раз меня пригласили в Кровеческий музей. Правда, у нас, как обычно, мы греки, все у нас есть, кроме совести. Я на них наехал, говорю, что это нельзя снимать в музее, но это на природе. И вот видите, сегодня результат. Продолжение этого проекта будет уже в Европе. Мы его покажем все и в Европе. Рано или поздно. В День России открылась вторая часть выставки «Традиционный народный костюм Брянской области». Здесь, помимо жителей и гостей Брянска, присутствуют люди, которые стали главными героями проекта. Например, 16-летняя Виктория перевоплотилась в древнюю жительницу Дятиковского района. И, как признается, в проекте оказалось неожиданно. Я пришла на выставку Костаса, и он мне в конце выставки подходит и говорит, не хочешь сняться? Ну, я согласилась, и на следующий день мы поехали сниматься в народных костюмах. Я узнала, как, в принципе, все это устроено, что, как, зачем надевается, для чего. Некоторые вещи мне показывали, и я думала, что это вообще для другого создано. Когда ты одеваешь много-много-много слоев одежды, это все на тебя как-нибудь немножко давит. И чувствуешь вот эту, не знаю, можно сказать, мощь нашего народа в плане того, что вот такие костюмы носили каждый день. Этот костюм был спрятан хозяйкой, закопан во время войны в землю. Костюм народный, российский, русский – это еще один символ сохранения наших традиций, нашего русского языка, нашего русского родного единства. Честь открыть фотостенды, сорвать белую ткань досталась самим героям проекта. У каждого изображения есть подробная информация о народном костюме. Еще больше деталей люди могут узнать, перейдя по QR-коду, который есть в углу каждого стенда. Армен Мрукян, Виктор Левченко, Брянск.